Мы когда-то знаем, к чему привело управление государством, доверенное кухаркам. А к чему оно привело? Оно привело к тому, что мы имели до 70 лет социализма, и нельзя сказать, что все, что мы там имели, было прекрасно. Я могу сказать, что наш замечательный религиозный философ Флоренский писал, из Лубянки, кстати, это был его второй арест до того, как его расстреляли по решению тройки. Заметьте, могила Флоренского до сих пор неизвестна. Он писал, что нельзя доверять власть народу, что политика это профессионал, я не думаю, что нельзя из народа сделать профессионалов, но все-таки законодатель это профессионал, а Флоренский писал как химик, как физик. Он, кстати, был не просто великим религиозным философом, он был замечательным математиком, и его опыты в геометрии предсказали во многом телепортацию протона. И я говорила с человеком, который получил Нобелевскую премию, замечательный Антон Лейсинг, он говорит, что он знал работы Флоренского, знает их, на них опирался. Он сделал, Флоренский сделал открытие в области химии, в области физики, поэтому я вам могу сказать, надо быть специалистом. Современное искусство, это тоже все-таки, оно требует подготовки и образования. Когда мы 70 лет жили, 70 лет, когда массе людей навязывалась субкультура творческой советской интеллигенции, когда говорилось, что хорошо то, что нравится вот интеллигенции, советской интеллигенции, что чайкурский хорошо, а люди слушали бы Сотского и Пугачева. Существовало массовое искусство, и существовало искусство, которое... Оно всегда существовало, максимальное и не массовое. И я вас уверяю, что Микеланджело, Леонардо да Венчи, это было искусство, которое поддерживалось очень немногими людьми, в данном случае меценатами, в данном случае, как это теперь модное слово, трендмейкерами, да? Трендсеттеры, да, вот трендсеттеры, да, можно по-русски сказать, да, можно сказать, опиньен лида, можно сказать, законодатель моды, вот, наверное, как это. Так вот я вам могу сказать, что искусство в развивающейся части, возьмем Древнюю Грецию, возьмем знаменитую Римскую империю, возьмем эпоху Возрождения, оно всегда поддерживалось очень небольшим количеством людей. У этих людей, я извиняюсь, были средства. Это не государство делало. Так оно в советское время, оно поддерживалось элитой советской. Так вот я вам могу сказать, советская элита, это не советская интеллигенция, не надо между ними ставить знак равенства. Советская интеллигенция на кухнях пела как раз... Советская элита была совершенно партийной, пролечена советской интеллигенцией и ориентировалась на те ценности, которые ей внушались. Советские элиты манипулировали партийной. Я могу вам сказать, что я жила в Советском Союзе, ничего подобного в этом Союзе не замечала, я не знаю, кто кого где лечил, я после красного диплома и написанной диссертацией работала дворником, и круг моего общения, который я смею думать, был как раз интеллигенцией. Это были замечательные поэты, замечательные художники, в том числе, например, Илья Кабаков, выставка которого сейчас у нас стоит, утопия и реальность Эль Лисицкий, Илья Емелья Кабакова, замечательная, гениальная инсталляция, выставка. Кстати, утопия и реальность с вопросительным знаком мы как раз ставим и проблематизируем, что есть утопия, что есть реальность и как мы можем без этого жить. Я не видела никакой партийной элиты и в каком радиусе моей жизни, значительная часть времени, которая прошла в этом самом Советском Союзе. Мифы Древней Греции, мифы о том, где элита, где партийные боссы и так далее, я вот про мифологию, это не ко мне, это как к специалистам о мифах Древней Греции. Все гораздо сложнее, чем то, что мы можем вот так одним штампом как-то определить. Наверное, была красная элита и красная богема, которая была сращена так или иначе с парт-элитой. Наверное, была. Но была и другая. И слово интеллигенция, которое сегодня принято макать в ведро, которое так замечательно там отмочил Владимир Ильич Ленин, Иногда этого заслуживают, если мы берем слово интеллигент по уровню высшего образования. А если по высокому использованию этого слова, то я бы к нему не стала так вот огульно относиться. Может, какие-то очень общие вопросы? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.